Привет, Ростов! Пришло время подводить итоги недели в соцсетях. И я, Екатерина Чурсина, готова рассказать вам самые обсуждаемые и интересные новости, которые восхитили, удивили и рассмешили ростовчан. Ну, начнем по порядку. Женщина выгуливала ребенка в коляске, а сама ехала на гироскутере. Такая вот обычная ситуация, и, казалось бы, что могло пойти не так? Я уверен, ты это переживешь. Скоро ты встанешь и пойдешь. В какой-то момент гироскутер взбрыкнул, и мама упала. Хорошо коляска была накрыта, и малыш не выпал на асфальт. Комментаторы в шоке, такого они еще не видели. А еще вот такое действие заметили в Ростове. Капибары купаются, но делает это удивительно слаженно. Да это же стиральная машина из Капибар, пишет технически подкованный подписчик. Кто-то заметил, места маловато, и получил в ответ, отжим включится, места станет побольше. Капибар постирали, кормим мышей. Одному ростовскому мышонку досталась ватрушка. Но он так испугался снимающих его девушек, что выронил булочку и убежал. В комментариях все, позабыв о санитарно-эпидемической ситуации, жалеют мышонка, потерявшего добычу. Ведь он так старался. А один подписчик предположил, что этот мышонок не украл ватрушку, а получил за крышевание пекарей. Между двумя припаркованными машинами достаточно места, и девушка пытается его занять. Не выходит ни передним ходом, ни задним, и на помощь приходит другая девушка. Такое залипающее видео активно обсуждают в сети Ростовчания. Припарковаться в итоге получилось, и тут помогавшая девушка садится в автомобиль сзади и уезжает. Ситуация вызвала много споров. Одни шутят над подругой приколовшейся, другие считают, что так она подучила водителя новичка. Хотя, конечно, не сложно узнать в этом видео постановку. А это уже парковка, кроме шуток. Тайные за деревцем. Зачем водитель туда заехал масса предположений, самое правдоподобное из которых, да машина там давно стояла, а потом под ней клумбу сделали и дерево посадили. В парке птиц малинки пополнение, но не птичьи, родилась малышка-альпака. Ей стали подбирать имя Альмалина, Лето, Шуня, но самый интересный вариант, конечно, Альпачино. А был бы мальчик, можно было бы назвать Альпака Рабан. Умиление вызвало видео, где мама Капибара поет детенышей молоком. Все наслаждались красотой животных, пока один любознательный пользователь не вчитался в текст автора и не понял, что там написано не Капибары, а Карбюраторы. Тут, конечно, посыпались шутки. Их что, переименовали? У нее там не молоко, а бензин? И так далее. На извилистой улице живут самые богатые и присыщенные ростовчане, ведь именно там на мусорке заметили золотой унитаз. Странно, что никто себе не утащил, заметили подписчики. Это элитный район, вы ничего не понимаете, тут они такую роскошь постоянно выбрасывают. Прямо ростовская рублевка. Кто выбросил такое гламурное решение, неизвестно, а особенно интересно, что же там поставлено взамен. Вот так собираешь чемодан, укладываешь вещи и вдруг ловишь их немигающий взгляд. Ростовчане обсуждают кота, который так хотел на море, что спрятался в чемодане. Замер, но незакрытые глаза выдали. Кот в мешке точнее чемодане развеселил подписчиков. Ну взяли бы вы его уже с собой, зачем его мучить, ведь он так хочет, просят комментаторы. Ну думаю, все-таки взяли. Уж очень удобно он лежит. В парке Лаган на пять малышей носух больше. Трем мальчикам и двум девочкам по два месяца. Такие милые пушистики вызвали буреумиления. Многие решили, что пора съездить в зоопарк. А кто-то уточнил вид млекопитающих. Прикольные енота-белки. В осеннем парке на Чкаловском тихий летний вечер. Люди на лавочках, гуляющие на дорожках. И среди них желтый автомобиль. Комментаторы, естественно, возмущаются. Правила дорожного движения в парке не работают, что ли? Включил аварийку искренне думают, что с ней можно ездить везде. А весельчаки шутят. А что делать, если навигатор так проложил самый короткий маршрут? Выглядит, конечно, эффектно, но беспредельно возмущает. Дело происходит не в поле, не на специальном полигоне, а на перекрестке и далеко не пустынном. И выходит опасным хулиганством. Это видео вызвало бурю негодования. Тут и опасность маневра, и езда без номеров, и много еще чего некрасивого. Ведь такие трюки делаются в основном не благодаря мастерству трюкача, а потому что все остальные водители от него мастерски уворачиваются. О счастливых людях говорят родился в рубашке. А самые счастливые коты рождаются в купальниках. Достаточно посмотреть на эту фотографию, чтобы убедиться. Подписал ее автор так. Когда купила новый купальник и хвастаешься мужу. Можно предположить, что кот этот не черный, просто сильно загорел. А купальник точно белый. А это тоже про котов, но уже не комедия, а драма. Ростовчане обсуждают видео, где мальчик заметил тонувшего котенка и стал ему помогать. Задумка сработала, кот понял, что надо делать и благополучно вылетел на землю. А среди комментаторов нашлись скептики. Может, они специально сделали эту постановку? Ну, мне так думать не хочется. Спас и молодец. И это весь мой лов интернет новостей на этой неделе. До встречи!